С виду дом номер 5 по улице Крестовского ничем не отличается от других. Но если вглядеться, то на фасаде видны заплесневелые пятна, местами проступил мох. В подъезде ситуация не лучше. Штукатурка от влаги осыпается, повсюду царит стойкий запах сырости. В квартирах на первом этаже обвисли обои, а в стенах завелись слизни. Местные жители обращались в управляющую компанию и водоканал. Коммунальщики выявили утечку внешних сетей и провели ремонт. Однако проблемы не исчезли. В мае 2015 года впервые обратились с этим вопросом в ЖЭК. То, что начали очень сильно сыреть стены, только сделали ремонт на тот момент. Еще полгода не прошло. Все начало отваливаться и появились черные пятна, мокрые, вода везде. Вынуждены даже съехать с квартиры на съемную, потому что здесь невозможно жить и это условия опасные даже для жизни. Дом очень старый. Это еще пленные военные немцы устроили. Поэтому он уже очень старый и тут, наверное, жить уже нельзя. Дом построен в 1946 году. Электропроводка в здании не менялась годами из-за сырости, высока опасность поражения током. Причина повышенной влажности – большая изношенность водопровода и особенности рельефа Балаклавы. В этом районе много подземных рек, рассказал первый заместитель директора управляющей компании Балаклавского района Александр Калмогоров. Сейчас здание входит в программу капитального ремонта на 2017. С 1 июля с жителей взимаются сборы на восстановительные работы. Решение одно. Первое – обследование. Второе – либо понижение, либо осушение, либо гидроизоляция фундаментов и подвалов. Любая система капитального ремонта, дренажная или еще что-то, необходимо решение общего собрания собственников, разработка проектно-сметной документации и последующее – финансирование выполнения этих работ за счет собственников. В Севастополе проблема ветхого жилья остро стоит не только в Балаклавском районе. Десятки домов по всему городу нуждаются в серьезном ремонте. Сложность заключается в целесообразности выделения средств на восстановительные работы. Строительство новых домов порой стоит дешевле капитального ремонта, но требует больше времени. Готовы ли собственники аварийного жилья ждать? Вопрос остается открытым. Анастасия Шульга, Александр Тимофеев, Виталий Коломеец, информационный канал Севастополя.